Девушки отдыхают Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых событиях этого дня. Смотрите выпуски. Миллионный ущерб. Алтайским браконьерам грозит лишение свободы. Без грязи и плесени. Полностью ремонт всех помещений внутри. Система отопления новая, система вентиляции. В городской инфекционке наконец-то начался ремонт. Еще на ходу. Я ощущаю чувство ветра, свободы. Ты ничем не скован. Ты открыт вообще всему. В Барнауле прошла выставка ретроавтомобилей. Сегодня в Барнауле накануне Дня медицинского работника наградят 60 человек. Медсестер, лаборантов, врачей. Им вручат награды отличников здравоохранения. Поблагодарят за верность профессии, за заслуги в труде. А семерых выделят особенно. Им вручат дипломы победителей конкурса «Лучший медицинский работник со средним медобразованием». В числе удостоенных награды Мария Суворова, заведующая ФАПом в Сорочем лагу. О ней мы рассказывали в мае. Она завоевала титул «Лучшая акушерка Алтайского края». Родилась Мария Ивановна в Барнауле, но работать всегда хотела в деревне. Я всю жизнь мечтала работать на селе, не заведующей, а фельдшером. Мне казалось, что это такая профессия, которая нет лучшей на земле. Так что так было? И так ли это? Вы знаете, ну, наверное, итог вот сейчас, вот сейчас понимаю, наверное, так. Не могу, наверное, другую работу не найду. Всего в Алтайском крае трудится около 30 тысяч медицинских работников. Сегодня их будут чествовать на сцене Государственной филармонии. А это будет подарок скорее пациентам. Детское инфекционное отделение горбольницы номер 12, которое на протяжении многих лет находилось в плачевном состоянии, наконец-то начали ремонтировать. На эти цели выделено свыше 30 миллионов рублей из краевого бюджета. Каким будет детское учреждение после глобальной реконструкции, расскажет Валентина Аскерова. Вот так выглядело отделение детской инфекционки всего пару месяцев назад. Ветхая мебель, грязь, сыра, сержавчина. В здании ни разу за 12 лет не проводился капремонт. На антисанитарные условия постоянно жаловались родители маленьких пациентов. По их словам, поступая с кишечной инфекцией, их дети подхватывали еще и ротовирус. В просьбе разобраться они не раз обращались и в нашу телекомпанию. Но за здание взялись лишь в этом году. Раньше средств на ремонт не было. Сегодня на объекте уже кипит рабочий процесс. Проведен демонтаж и почти завершен капремонт кровли. Но впереди еще большая работа, рассказывают строители. Устройство вентилируемого фасада, заполнение оконных проемов и дверных, полностью ремонт всех помещений внутри, система отопления новая, система вентиляции приточно-вытяжная абсолютно новая, водоснабжение, водоотведение. Появится в отделении новая мебель добавляют строители. Они также отмечают, что при ремонте используются прочные, износостойкие материалы, которые прослужат не один год. Кстати, на время реконструкции отделения маленьких пациентов продолжают принимать. Сейчас где они размещены? Сейчас они расположены в городбольнице номер 11 в соседнем здании. А достаточно места? Достаточно, это же сейчас у нас не активного подъема-то нет. Завершить капитальный ремонт строители обещают в срок до конца ноября. Кстати, после ремонта отделение будет уже не на 60 койко-мест, а немного меньше, около 50. Так как по новым нормам СанПин в палатах должно быть определенное количество мест. Если было 4 койки, станет 3. Но такое сокращение не критично, считают врачи. Главное ведь то, что малышей теперь будут лечить в достойных условиях. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Эту ситуацию уже не изменить. Убил бобра и попытался избавиться от оружия. Именно так поступил 45-летний мужчина в момент задержания полицейскими. Оказалось, такие действия любитель поохотиться выполнял не зря. Ружье у него было неизрегистрировано. В результате правоохранители выписали штраф горе-браконьеру. Этот инцидент случился в акватории Аби в районе поселка Ганьба. Всего же сотрудникам полиции во время операции «Нерест» удалось изъять более тысячи единиц рыбы. В денежном эквиваленте ущерб превышает 1 миллион рублей. Браконьеры зачастую пользуются запрещенными видами рыбалки. Так, в Каменском районе были задержаны два жителя, которые перекрыли протоку сетью длиной более 100 метров. Нередко сотрудникам транспортной полиции удается спасти незаконно выловленную рыбу. Например, сибирского ситра, который однажды запутался в сетях, расставленных в Аби. 14 нарушителям по итогам рейдов грозит уголовная ответственность. Статья «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Максимальная санкция – лишение свободы до двух лет. Сегодня в Алтайском районе назовут имена победителей форума «Алтай – территория развития». Более 30 человек получат грантовую поддержку до 3 миллионов рублей на развитие своих проектов в сфере культуры, образования, сельского хозяйства, предпринимательства и не только. На протяжении нескольких дней более 100 участников форума презентовали свои проекты перед федеральными экспертами. Всего же в этом году на АТР приехало более полутора тысяч человек из разных уголков страны и зарубежья. Им удалось встретиться с Вячеславом Фетисовым, Борисом Грачевским, веселым молочником Джастасом Лолкером. Добавлю, что сегодня заключительный день форума. Мы нереально переполняли эмоции, особенно когда было открытие, прям как будто ты в каком-то огромном, на огромном стадионе в Лужниках. Хочется что-то делать и наставления, которые говорят, ты хочешь идти и реально что-то начинать новое, да, новые проекты делать. А накануне в Барнауле отметили День России. Мероприятий было много, к примеру, на Площади Свободы акцию под названием «Рождены в Советском Союзе», сделанную в СССР, провели барнаульские байкеры и любители ретроавтомобилей. У горожан была возможность в буквальном смысле прикоснуться к автомобильной истории. А наш корреспондент Илья Кочетков даже прокатился на одном из раритетных авто. Ему слово. Рокот моторов, хромированные детали, кожаные куртки, ночные волки. Они появились с рождением новой России и считают себя воплощением свободы. Со всеми плюсами и минусами. Ты ощущаешь чувство ветра, свободы. Ты ничем не скован, ты открыт вообще всему. Все запахи, все солнце, все на тебя. Ну, естественно, все брызги тоже. Василий Дизель-Сафронов говорит, участники клуба стараются не пропускать ни одного мероприятия патриотической направленности. Считают, что особенно важно показывать детям пример активного и здорового образа жизни. А вот участники другого клуба ретроавтомобилей уверены, что в День России нужно и важно вспоминать то лучшее, что выпускали во времена Советского Союза. Например, над более чем двумя десятками ретро-машин гордо возвышается грузовой ЗИС-5 1938 года выпуска. Прошел он всю Великую Отечественную войну и у него нет таких преимуществ, которые у нас сейчас на автомобилях мы привыкли. Это простой в эксплуатации, надежный во всех условиях, что зимой, что летом, что в жару, что в мороз. То, что старые автомобили это не только красиво, но и функционально, организаторы решили показать своим примером, устроив автопробег по улицам города. Мы едем на легендарной «Эмке», которая, по словам Пономарева, прошла ни много ни мало миллион километров. Это автомобиль 1940 года, уже больше 70 лет и в полном здравии идет. Скорость, конечно, не ахти, но тогда и ездили так потихоньку. Всего, как подсчитали организаторы, зрителями ретро и байк-действа стало больше трех тысяч барнаульцев. А участники клуба признались, учитывая растущий интерес горожан к старым автомобилям, они скоро надеются создать полноценный ретро-музей. Хотя от подобных выездов, конечно же, не откажутся. Илья Кочетков, День с толком. Сразу после нашего выпуска прогноз погоды, спонсор прогноза – компания «Эвалар». А у меня к этому часу все новости. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!